Вы смотрите запись интервью с КиксКонф с Антоном Ивановым, директором по исследованиям и разработке лаборатории Касперского. Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем прямую трансляцию с КиксКонф 2024. Меня зовут Илья Шабанов, я генеральный директор компании iMedia и продюсер телепроекта iMlive. И по горячим следам я хотел бы записать интервью с Антоном Ивановым, директором по исследованиям и разработке лаборатории Касперского. Антон, привет! Привет! Спасибо за крутую презентацию, в стиле Apple было все очень эффектно. И я хотел бы тебя поспрашивать сегодня, прям вот с моей точки зрения, очень важный день для лаборатории Касперского, я уверен, для всего рынка. Давно все ждали ваш ШНГФВ и наконец-то вот он вышел. И давай об этом поговорим. С чего все начиналось? Да, это действительно важный день для лаборатории Касперского, для наших заказчиков в первую очередь тоже. Все начиналось еще, когда мы начали выходить на рынок из дивана. И, соответственно, мы приобрели очень прекрасную команду, которая позволила нам ускориться и сделать лидирующий продукт на российском рынке. И тогда мы уже продумывали концепцию SASI, такая облачная концепция, которая в том числе подразумевает и наличие межсетевого экрана, который работает в облаке. Соответственно, мы уже прорабатывали, это все было в 2020 году. И, соответственно, в рамках текущих процессов, которые идут по импортозамещению с 2022 года, мы переориентировались и начали делать, соответственно, программно-аппаратный комплекс на базе той разработки, которую мы делали для нашего продукта SASI. Поэтому, как я и сказал в своей презентации, мы свой, межсетевой экран делаем с 2020 года, делаем экспертные команды, которые имеют огромную экспертизу именно в рамках разработки, внедрения сетевых решений. И, честно сказать, мы, наверное, такой один из немногих гендеров на российском рынке, который имеет уже достаточно обширный опыт по внедрению таких сложных сетевых продуктов. Потому что мы работаем совместно с сетевыми инженерами в крупных компаниях, в промышленном комплексе в том числе. И уже наши из дивана решения внедрены в большом количестве крупных заказчиков. И это дает нам тот опыт, который мы будем переиспользовать, в том числе при внедрении и межсетевого экрана, который мы сегодня выпустили. Ну, получается, 4 года. Это, на самом деле, такой прям солидный срок. Это не то, что, как у некоторых, там, за полгода что-то слепили из оптенсорса и выпустили. Да, мне кажется, это важно понимать. Насколько большая команда за этой разработкой стояла и стоит? Насколько это потребовало внутри больших ресурсов? Разработать меньше всего экрана – это действительно дорого и требует таких достаточно колоссальных ресурсов, если честно. Если посмотрим, как я на своей презентации сказал, что если мы посмотрим на прямые расходы, которые мы сделали именно в людях, это по команде порядка 100 человек. Это именно инженеры, архитекторы, тестировщики, которые разрабатывают руками продукты. Но самое важное – это, конечно же, те центры экспертизы, которые еще непосредственно добавляют туда свои знания, чтобы этот продукт действительно мог реагировать на текущие тренды в угрозах и мог, соответственно, успешно их детектировать и нейтрализовывать. Если мы почитаем всех вместе, то это количество людей, и она за 200 человек уйдет по разработке именно меньше всего экрана. Потому что просто разработать, сделать хороший сетевой стэк сейчас недостаточно. Необходимо, чтобы эта железа, которая поставляется заказчику, могла реагировать на те актуальные угрозы. Не зря я в своей презентации, она была больше про запуск нашего продукта, но я в конце показал тот сложный сценарий с атакой, который мы показываем сейчас уже нашим заказчикам, как наша экосистема продуктов позволяет ее детектировать. Это очень важно. А все-таки какая концепция, какие составные требования слегли в основу именно вашего НГФВ? Потому что это все-таки многопункциональный продукт, и все или иные стендеры делают акцентом на немножко разные вещи. Что самое главное с твоей точки зрения именно в вашем НГФВ? Конечно, перед началом во всем процессе разработки мы доуточняли требования непосредственно с заказчиками. Мы с ними работали, показывали им те наработки, которые у нас уже есть. Конечно, в первую очередь сейчас все озабочены высокопроизводительностью межсистевого экрана. Все меряются цифрами. У кого там 50 гигабит, у кого 100 гигабит. И самое важное, все меряют по-разному. Там большое количество методологий измерения. Мы берем основные три методологии, по ним меряемся. Соответственно, у нас сейчас уже достигнута цифра 20 гигабит. Это на уровне приложений. Разбор — это очень хороший показатель. В целом, это уже готовый продукт, который можно внедрять и тестировать в сложных инфраструктурах. Но самое важное, что я хотел отметить. Мы считаем, лаборатория Касперского считает, что цифры — это важно. Но есть еще и второй показатель, который говорит о том, как этот продукт функционально будет отвечать на те угрозы, которые сейчас есть. И мы уверены в том, что просто межсистевый экран без внедрения в экосистему XDR он не даст тех бенефитов, которые можно достичь, если он будет работать вместе со остальными продуктами, которые необходимы для выявления сложных угроз. Да, вот про XDR чуть позже тебя еще спрошу. Сейчас важный вопрос у меня зародился насчет безопасной разработки. Какие практики вы для этого использовали? Потому что об этом тоже очень много говорят сейчас на рынке. И я знаю, у вас есть аж экспертиза. Ты в своей презентации тоже говорил, что много уязвимостей находили в других продуктах, в других вендорах сетевой безопасности. Ну и надежность — это, наверное, как минимум один из трех пунктов, самых важных для НГФВ, потому что эта штука должна работать и не выходить из строя. И это сразу все заметят. Вот какое внимание этому аспекту вы делали? Внимание просто жесточайшее оказывается у нас в лаборатории Касперского по безопасной разработке. У нас не выпускается ни один продукт, который не прошел все процедуры по безопасной разработке. Статический и динамический анализ, все требования в стек, которые определяют, в том числе при сертификации. Вот в эти 100 человек, которые рассказал, которые в том числе разрабатывают наш межсетевый экран, входит как раз и группа, которая отдельно занимается именно проверкой, внедрением практик безопасной разработки. Они уже внедрены, они проверяют просто, что действительно им следует команда, что все практики используются, что все технологии необходимые для безопасной разработки заиспользованы в ее этапах. Но самое важное, спасибо, это очень внимательно слышала моя презентация. На одном из первых слайдов я показал, в чем вообще сейчас проблема, когда заказчики приобретают межсетевый экран, импортной или отечественной. Я показал, что за прошлый год в топ уязвимостей по проникновению в инфраструктуру заказчиков были уязвимости в межсетевых экранах иностранных производителей. Ну, а по той или иной причине они тогда были популярны еще, эти производители, а сейчас все придут на отечественные межсетевые экраны. И злоумышленники, к сожалению, также начнут пользоваться уязвимостями в этих продуктах, потому что, по сути, если это периметровый межсетевый экран, он стоит наружу, его злоумышленник видит. И это может быть одной из входной точек для проникновения в инфраструктуру. И поэтому то, что мы доносим нашим заказчикам, это очень важно, чтобы использовали именно продукты, которые зарекомендовали себя тем, что они используют полный цикл безопасной разработки и, соответственно, эти продукты разрабатываются с наивысшими качественными требованиями. Да, хорошо. Теперь про портфель продуктов. Насколько для вашего портфеля, для вашей экосистемы, как сейчас модно говорить, НГФВ, что важно, насколько он усиливает тот же самый XDR и Symfony XDR, который ты уже сказал? Это очень значительный весомый компонент. Даже на том сценарии, который я показывал, про атаку с использованием взломного подрядчика, значительная часть сценариев позволяет закрыть меньше всего экран. Поэтому раньше эти сценарии были недоступны для нашей экосистемы. С выходом этого продукта мы значительно усиливаем наш портфель именно тем, что мы можем теперь покрыть полностью все сценарии, как на конечных точках, так и на уровне всей сети. То есть полное покрытие атаки у нас на сцене, и мы, я думаю, выложим это видео в открытый доступ, где вот такая сложная атака, которая развивается там несколько дней, наша экосистема практически в полностью автоматическом режиме с минимальным участием сокоператора решается за 10 минут. Получается, как я себе вижу, это открывает для вас прямо путь к такому полноценному автоматизированному реагированию на уровни сети, что раньше, понятно, вы не могли делать, да, потому что не было этого продукта. Полностью автоматизирование, автоматизированное реагирование, но и в том числе и обогащение по новым индикаторам, которые были выявлены в рамках атак, потому что теперь мы получаем больше информации о сети, понимаем, с каких адресов, какие сетевые индикаторы были использованы. Мы обогащаем через наш сервис киберразведки автоматически, это попадает в нашу платформу, и, соответственно, заказчик может полностью видеть о том, какая атака происходила, какая группировка за этой атакой стоит, и на что стоит обратить внимание в будущем. Да, и хочу спросить еще, есть ли какой-то символизм в том, что вы свою новинку представляете здесь на KIX.conf, это конференция все-таки по промышленной кибербезопасности, вы планируете ли вы использовать или перерабатывать свой новый НГФВ для промышленного использования? Совершенно верно, и в этом есть символизм. Мы очень много новых продуктов запускаем именно на этой конференции, потому что вся концепция нашей экосистемы подразумевает то, что мы объединяем как индустриальный, так и IT-сегмент. И, конечно же, тот опыт, который мы сейчас имеем с нашим KIX, с продуктом для индустриальной защиты, он будет переложен в том числе и в наш межсистевый экран в рамках интеграции, для того, чтобы полностью покрыть в том числе и атаки на индустриальный сектор, и, соответственно, покрыть все возможные сценарии реагирования и обогащения по инциденту. И по поводу, хотел спросить, интеграция с SD-WAN, будет ли вот эта связка в ближайшее время что работать? По идее, NGF сможет уйти даже, в этом случае, внутрь SD-WAN и стать его одним из модулей. Совершенно верно. Мы такую платформу сейчас прорабатываем, потому что это правильный путь, потому что мы, как и SD-WAN, я рассказывал, внедряем, разрабатываем. Есть заказчики, которые хотят именно и функционал SD-WAN и межсистевого экрана. Поэтому это все базируется у нас на одной платформе, и такой функционал будет в ближайшее время предоставлен, потому что он позволит как сэкономить средства при внедрении и построении сетей нового поколения, так и значительно повысить их защищенность. Да, разрабатываем весь кратко. Отлично. И, наверное, последний вопрос, как раз одна минутка у нас остается. Важна штык-экспертиза внутри СНГФВ под штык-экспертизой, что я понимаю. Кто-то должен писать сигнатуры для IPS, все правила для приложений, куча всяких политик предустановленных и так далее. Откуда вы все это берете? Это все ваше? Вы все внутри это разрабатываете? И хватает ли этого? Совершенно верно. Все наше. Все эксперты, которые разрабатывают правила для IPS, IDS, они располагаются у нас. Это наши эксперты, которые делали такие же правила для нашего ката, для кекса, в том числе и в рамках индустриальной защиты. Поэтому мы следуем следующему принципу, что вся экспертиза должна быть внутри, и благодаря этому мы можем делать независимые, очень сильные продукты. И растя такую экспертизу, мы добавляем новые технологии, которые являются прорывными на рынке. Поэтому, да, все основные детектирующие компоненты разработаны внутри лаборатории Касперского, и, соответственно, все наполнение их, в том числе категоризация приложений, тоже делается внутри лаборатории Касперского. Да, Антон, большое тебе спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok